Девушки отдыхают Девушки отдыхают То, что им пережито, откликается в сердце Потому что он фантастически укладывает в мелодии и рифмы Любимое и дорогое Жизнь, природу, детство, воспоминания У меня все детство прошло До подросткового так дальше Как стремление стать художником Почему-то, правда, я иногда думал, что я буду еще и артистом И в каком-то смысле я дико застенчивый Такой, несколько скромный такой вот мальчик Все-таки вышел на сцену Те, кто меня знают, вот мои одноклассники И до сих пор поверить не могут Как Анпилов на сцену там вышел? Да он там это, перед доской Мямлик такой В детстве Андрей Анпилов думал, что непременно будет художником Его отец, художник-мультипликатор Рано научился нишку рисовать Устроил его в мульткружок И водил за кулисы Союз мультфильма Андрей хотел сам оживлять Созданных им же героев Для воплощения мечты в жизнь Он даже окончил институт прикладного искусства Но его судьба разыграла другой сценарий Папа у меня играл на гитаре Семиструнной Мы с ним там, я на балалате, он на гитаре Потом уже шестиструнную я где-то во дворе там подцепил и так далее И лет так, с 15 начал писать песни, стихи для своей компании Я не знал вообще, что существует КСП Существуют еще какие-то авторы и так далее Но вот И где-то в начале 80-х вдруг раз Увидел Туриянского, Егорова Песни, которые, в общем-то, я слышал, что они здесь Они как-то были анонимны для меня И в 82-м году был первый концерт у меня Сделали, потом стали домашние концерты И в конце концов судьба изменилась так Что из художника я все-таки стал литератором А в союз художников я даже не совался Хотя рисую, когда диски выходят, там детские книжки Я сам этим рисую В юности Андрей долгое время был абсолютно уверен, что песни пишут только три человека А Куджава, Высоцкий и он Но когда в конце 70-х появились кассетные магнитофоны Андрей понял, что мир авторской песни более интересен и разнообразен Ему все больше нравилось рисовать не линией, а мелодичным стихом Оставалось решить для себя один важный вопрос Петь или не петь? Я трепетал просто страшно Я, конечно, участвовал в этой школьной, не школьной, институтской самодеятельности какой-то Вот там у нас, ну это не важно Выходил просто на сцену, конечно, но так, чтобы петь свои песни Со сцены людям они сидят слушают там Вот, для меня это было каким-то чудом Ну вот И... Но в каком-то смысле мне вдруг показалось Что... А вот это Мое место То есть я чужое место Нет, потому что бывает так вот Где-то находишься И думаешь Боже, что я тут делаю? Тут должен быть другой человек Нет, там не было такого Я вдруг понял Как-то вот мне стало с первого раза понятно Что это мое место Я ничего места не занимаю Недотрога моя одноклассница Пред глазами стоишь, как картинка Да потопное школьное платьице Бесподобное имя Маринка Лето на пять повстречаться б попозже нам Все могло бы иначе сложиться Но Маринка та самая трошина Не мечтала со мной подружиться Все ее беспокойное платьице Все ее беспокойные ноги От шестнадцати лет до семнадцати Я насквозь проглядела на урокин Тонкий парофиль Тонкий парофиль тот о воздухе сотканный Серых глаз роковые тюльпаны И делился я Славке Сироткину Про свои задушевные планы Сколько сил приложил я невиданно Не прошли по напрасну старания И дружок для меня неожиданно Обратил на Маринку внимание Был умней, схоронился под Олавкою Душу вывернул, чтобы меня вместо Подружилась Маринка со Славкою И что будет теперь неизвестно Я не могу до сих пор поверить, что я отец Вот отец, это был, да, это вот батя был, да То же самое мне говорил отец Про своего отца, про дедушку Говорит, вот батя был умный Он был, вот настоящий отец И до сих пор не веришь Но уже понятно Дело к тому, что отец взрослый, это я Это я тот самый взрослый, на которого я смотрел Вот они, вот они какие взрослые У Андрея Анпилова есть еще одна аудитория Которой он особенно дорожит Это крайне восприимчивый и доверчивый народ Это дети По всеобщему признанию Писать для детей невообразимо сложно Слова и персонажи должны быть простыми Логичными и красочными одновременно Андрею удалось уловить суть детского восприятия И создать потрясающий мир В своих детских стихах и рассказах Я вот как-то зацепился за него Вспомнил себя в этом возрасте Совершенно вот точно Ну как прям Дегалюцинация Вот и никогда в жизни У меня не получались детские Как они пишутся, я не знал А тут просто... К тому времени у меня много было песен И рассказов И в том числе там И какую-то критику А тут вот открылось вот еще и это И в детской литературе Вот у меня выходят там книги Да вон-таки многие и не знают Что я еще песни пою Или статьи там пишу То есть вошел вот точно Как шар в лозу Очень добрый Необыкновенно интеллигентный человек И такой вот высокий интеллектуал Но я-то Андрюшу по-честному Еще очень нежно люблю За то, что он написал Стихотворение про хомячка У меня же фамилия Хомчик И меня домашний ласково Вот муж меня зовет хомячком Очень ласково А Андрюша Анпилов написал Он, конечно, не знал, что это про меня Но это про меня Спасибо тебе, хомячок, дорогой За то, что ты весь симпатичный такой Вплоть до середины 80-х Авторская песня была прочно зажата В тиски запретов и ограничений Она вырвалась на свободу В период перестройки Именно тогда было создано Уникальное творческое объединение Первый круг Активным участником которого Являлся и Андрей Анпилов Первый круг – это 6 лет Дружной гастрольной жизни 10 бардовских спектаклей Показанных около 2000 раз В разных городах Тогда еще необъятной советской страны В 88-м году образовался Первый круг Это первое профессиональное объединение Авторов песен Мы существовали только на свои песни Ушли, бросили свою У каждого какая-то там служба была И стали жить на это Вопрос не финансовый Вопрос – это самоощущение себя в мире Ну, сколько мне там было? За 30 немножко А ребятам уже за 40 было Там уже поколение Мерзояна Луферова Вот, и мы объединились Объездили всю страну В каждой компании за водкой бежит самый молодой Это все известно Поэтому, значит, сценарием И режиссуры занимались мне с Мишей Кочетковым Тем более, значит Каким-то образом у Мишки подвижная очень голова Он помнил все песни каждого Держал как компьютер в голове Это сейчас он все забыл А у меня, я думаю, он легко генерировал идеи То есть, как это может быть? Актерам мы никакие Поэтому спектакль, он, собственно Это была такая музыкальная Литературная композиция То есть, этот выходит вот туда свет На эту точку Тут такая фонограмма, значит Музыка Тут он гасит свечу Там и все И главное, потому что надо было показать Единственное, что мы умеем Это петь песни Как творческое объединение Первый круг продержался до 1992 года Но как сообщество единомышленников И надежных друзей Первый круг живет до сих пор На совместных концертах В фестивальных и гастрольных поездках В домашних посиделках На чьей-нибудь кухне Мишка не звонил тебе? Нет Человек совершенно полный В противоположность меня Он на пять лет старше Значит, слегка умнее Бродатый, крупненький Такой неторопливый Я как вот воробей на помойке Мне надо все успеть там Поклевать там Почирикать И там воробихе пристать А он такой Вот он Выпивает, например В три раза длиннее, чем я Потому что у него Здесь на вилочку Значит, уже пол Значит, сосисочки Здесь откусанный огурчик лежит Здесь зажженная папироска Причем он скручивает специально Это же не просто так Вел, выкуривает Нет, там уже надо все сделать Рюмочка стоит Здесь вот запилочка Причем все-все уже початан И вот этот процесс Вот я говорю Андрюшу И вот пока пять минут не пройдет Вот он не потребит Все Не получит свой кайф Ну, это просто брат мой Даже близнец, можно сказать Потому что старший брат Младший брат А мы с ним практически Одногодки Андрюшу все Определяют как лирика Но мне кажется Что это общие слова Я бы не сказал, что Он прямо уж такой Мягкий, лиричный человек На самом деле Это образ Мне кажется, что Главная его характеристика В том, что он Идеальный стилист Человек, который Великолепно чувствует Стиль и эстетику Поэзия Андрея Пилова Это тайна, которую все время Хочется раскрыть Он настоящий поэт Каких не очень много Я считаю Настоящий поэт Вот весь до мозга костей И, конечно, его песни Трогает и своей искренностью Каждый раз, когда Вот его слушаешь Мы часто с ним встречаемся И часто музицируем вместе Находишь какие-то новые грани В его песнях И по-разному начинаешь Осмысливать Как же ты раньше этого не заметил Те, кого я люблю Чьи песни мне очень нравились И тогда, и 30 лет назад, и сейчас Они мои товарищи Они прекрасно относятся к тому, что я делаю Меня это, конечно, поддерживает Очень и поэты И детские поэты И в бардовской нашей среде Комарик маленький летит Парит кораблик И ежик в сумерках пахтит И ежик в сумерках пыхтит И зябанье до зяболек Густые яблони в меду Развили косы И только раз один в году Так пахнут флоксы И только раз один в году Так пахнут флоксы Сады подпертые шестом Начиная служба Велосипед и бадминтон С Китаем дружба Родня недаленья чудит В глуши террасы И керосинка чучидит И шорох тарасы И керосинка чучидит И шорох тарасы Свобода, рай, авантюризм Командировка Всеобщий тихий коммунизм Где остановка На крыльях бабочка кружит Еще не смятых И под крылом земля Лежит шестидесятых И под крылом Земля Лежит Шестидесятых Говоришь, Андреан Пилов Сразу так вот лицо расплывается Потому что это такой необыкновенный Человек Плюшевый медвежонок Какой-то очень добрый Очень душевный При этом огромная умница От и до Этот принцип создания авторской песни Андреан Пилов Принял однажды И остался верен ему навсегда Он стал писать и исполнять на публику Свои творения Потому что иначе просто не мог Он не ездит по всей стране в поисках тем и вдохновения А ну, приходит к нему само Он никогда не знает заранее О чем будет следующее стихотворение Или музыкальное произведение Звук, тема, рисунок Любая малость может стать их началом Вот Долина говорит В понятие таланта В определение таланта Входит еще такая вещь Как инстинкт К самореализации К выживанию Держать Вот ты почти тонешь Там вот уже ничего там Это самое А все-таки Держаться немножко так Воздух Чтобы захватывать Вот этот вот момент Потому что Я отдаю себе отчет Есть героическая позиция Человека Когда человек Такой путь самурая Он считает Что он уже умер Ему уже все равно И идет вперед Такой пассионарностью Там как Жанна Дарк Как вот Ну, как Высоцкий, например Там, да Вот Прямо всегда Вот Самый трудный Вот Прямо туда Каждой бочке затычка Но вот Я более созерцателен Я отдаю себе отчет В общем То, что от меня требуется В плане каких-то действий Я стараюсь это делать А лиризм У него, вы знаете Со вторым дном На дне Если разобраться Песенки очень жесткие Там стоит вопрос О жизни и смерти Синтоп Амирика Очень сомнительный На самом деле Это не просто Цветочки И песни о любви А жестко поставленный вопрос В нашем существовании Кажется, что пишешь Обо всем Потому что вообще В каждой песне На самом деле Отражается вообще Весь мир Твое представление Вот о мире Там даже Три куплета Какого-то А уже можно понять Что человек О мире думает Каковы его Внутренние установки Доминанты Вот И Поэтому не так Вот я сейчас Напишу об этом А вот это Я ставлю на другую вещь На каждой вещи Выкладываешься до конца Она может быть Самая короткая Но она Вот Как бы не зеркало Твоей души А она Ну Все, что ты можешь Вот на сегодня Эмоционально И И Ментально Как бы Все твои мысли Смыслы, надежды Разочарования Вот они Это в каждой песне Когда нас уже Наверное не будет Но Песенки эти Останутся Вот Андрей Анпилов Вот один из тех Чьи песни Я думаю Сохранятся Во времени Пришел поэт Эван Артана Игра И при заключении Это Еще до того Как у меня диски выходил Это запись Какого-то Домашнего концерта Года Года Дай Бог памяти 88-й год А вот тогда и диск На небо Был винил И этот самый Вот Это вот одна из самых Первых Класс Кто был Просто домашний концерт Это не студийная запись Там вместе с реакцией публики И так далее Потом уже дисков По моих выходил Слава Богу Уже все Это как рутина Там Первая книга Там вторая Вот Каждый раз радуешься Конечно По мнению Андрея Авторская песня Уже пережила Свой расцвет Но это Не останавливает Поэта-песенника Наоборот Он находит Новое И широкое Поле Для творческой Деятельности Уже много лет Он занимается Переводами песен Авторская песня Есть не только В России Начал я Как ни странно Десавторская песня Я решил Винтерайз Земливого путешествия Франца Шуберта Перевести Одну Песню Вместо этого Сочинил Какую-то балладу В том же размере А потом уже Перевел Вольфа Бирмана Две песни Вот И Как ни странно С испанского Несколько песен Переводил Но это уже Подстрочником Я Виолетту Пара Переводил Чилику Жоу Мануэль Сэрат Из Каталонии В том чех Такой есть Иеромир Наговица А За каждым Для меня Стоит как бы Человек И переводил я Только то Что Хотел бы сам Написать Но по случайности Не написал Для меня Вот этот Дальний горизонт Дальнее эхо Было очень важно Поэтому я Для себя Этим занимался Потом Несколько песен Просто есть Которые Они Как бы Культовые В мире А на русском языке Аутентичного Текста не было Вот я Лилию Марлен Перевел С немецкого Вот И Грасса Соловиды То есть Она вообще В латинской Америке Считается Как бы Народной Песней Причем Каждый Перуанец Думает Что ее Перуанец Написал В Несуэле Там Это Аргентина Она Чилийская Песня Вот На русском Ее не было Совсем Андрея Ампилова Одинаково Хорошо Встречают В России И за рубежом Он объездил С гастролями Израиль Францию США Германию Был на острове Кипр И ему Важнее Понимание Слушателя Чем Оглушительный И яркий Успех Гораздо Больше Восторженных Аплодисментов Он ценит Молчание Как знак Того Что сидящие В зале По-настоящему Переживают То О чем Он только Что Пел Есть Ну такая вот вещь Ты что-то Отдаешь Вот энергетически Да Ну слушателю И он тебе Это возвращает И вот Здесь какое-то Вот чудо Ты например Это очень полезно То есть Пришел Почти простуженный И вдруг Это самое Раз здоровый После концерта После концерта Петь в принципе Очень полезно Вот Просто надо Переселить себя В какой-то момент И Можно Выздороветь Я как Аккин Вот то что есть То я И пишу Но если Правда Там Есть как бы Образное Обобщение Поэтому Поэтому если Допустим Ну у него были голубые глаза А мне нужно серые Просто Потому что образ Я же не для себя Это все там записываю Да Вот Это От тебя вообще уже мало зависит В писании То есть ты когда Вот первые три строчки Они уже выстраивают алгоритм И Как бы произведение Песня или стихотворение Оно само себя начинает достраивать Оно требует именно этих черт Именно этих каких-то Вещей Имен Эпитетов И так далее И ты только вот как бы слушаешь Вот что тебе так вот диктуют Потому что в каком-то смысле Все вещи Они где-то вот Уже написаны В ноосфере И главное вот Ее Точно услышать То есть вот Уловить вот как бы Вот этим вот радаром Внутренним Не построить Не придумать А уловить Я не громко скажу От души Выражаясь Куда уже проще Жены обе мои Хороши Но не так Как Любимые Теща Выпало Дважды Мне в жизни Былой Жребий Тот Что хранить Не умеем Многовато Кому-то Одной Ну а я Благодарен Обе Две девчонки Две чуждых страны Две ровесницы Два горизонта Кочевали вблизи От войны Разделенные Линией фронта Век двадцатый Умом не обнять Между судьбами Пропасть немая Им друг друга Увы Не понять Все всегда Про меня Понимая Я не знаю За что мне везло Чьи порой Осторожные руки Отводили Обиду И зло По святой Материнской Науке Помню Родину Утренний Снег Укрывал От Китая До Польши И единственной Той Кого нет Было лет Пятьдесят И не больше Я и сам Анекдот Расскажу Про грибы И пропащего Зятя Я-то знаю Куда я Гляжу Никуда Уже Вроде Не глядя Молодая Улыбка Вам Глент И глаза Непоздешнему Сухи Их Напомнили Мне На земле Эти две Неродные Старухи После моего концерта Как я так думаю То есть человек Просто должен Ну как бы может Просто вот Идти домой И думать о себе Дергали Игра Много Кому У crack Оographical Своим fenец Игра Этим Игра Игра В yers Игра В Субтитры подогнал «Симон»